Ловля леща в июне Ловля леща в июне – излюбленное занятие многих рыбаков. Именно в начале этого месяца карповые рыбы становятся необычайно прожорливыми и клюют практически на все, поэтому поймать их в данный период не составляет труда. Как показывает практика, даже если рыбалка будет осуществляться с помощью обычной поплавочной удышки, а в качестве наживки использован червь, вероятность лова будет фактически 100%, причем лещ будет реагировать на приманку практически до конца осени. Прежде чем отправляться летом выуживать леща, необходимо выяснить, где обитают эти рыбы. Россией лещей можно найти практически в каждом подаеме, они водятся как в маленьких, так и в крупных озерах. Поскольку в конце июня вода в реках спадает, большинство рыб уходит на дно, и лещи с подлещиками не являются исключением. Очень многие рыболовы также интересуются, на что ловить карповых рыб в июне. Оптимальным вариантом является использование снасти, которая максимально подходит для конкретного водоема. Многое зависит и от того, к какому приспособлению привык рыбак. Поймать леща можно на такие снасти, обычная донка, удилище, оснащенное резиновым амортизатором, фидер, удочка. Опытные рыбаки рекомендуют уделять приготовлению при кормке максимальное внимание. Если смесь будет приготовлена правильно, рыбаку удастся приманить большое количество как крупных, так и мелких лещей. Ловля леща в июне традиционно осуществляется на опарыш или мотыля. Также можно использовать обычных червей. Подлещики летом тоже могут клюнуть и на растительную пищу. Большинство рыбаков в качестве приманки выбирают сухую перловку, кукурузную, горох, манную кашу, сырое тесто, отварную картошку, макароны, хлебный мякиш. Очень хорошо себя зарекомендовала наживка на леща, которая готовится следующим образом. Сначала на крючок нужно надеть небольшое зернешко кукурузы. Далее нацепить на него макаронину, выбирать нужно то мучное изделие, которое точно не распадется при попадании в воду. Последний инфредиен – 2 опарыш. Количество наживки подбирается в зависимости от размера крючка и того, насколько крупная рыба водится в водоеме. Многие рыболовы для достижения максимального результата также добавляют к наживкам различные ароматизаторы. Если средство будет подобрано правильно, рыба может заинтересоваться им даже больше, чем живым опарышем. Опытные рыболовы советуют новичкам летом использовать следующие ароматизаторы – клубника, вишня. Идеально подходят любые сладкие ягоды – ваниль, корица, карамель, мед. Классической приманкой считаются анисовые капли. Это средство, обладающее специфическим запахом, позволяет привлечь внимание самых разных рыб, а не только лещей и подлещиков. В некоторых водоемах ловить леща в июне лучше днем. Как бы удивительно ни было, но в жаркую погоду рыба активнее ищет пищу именно в дневные часы, а не ночью или вечером. Если в течение последних дней рыба практически не брала в утренние и ночные часы, вероятность того, что днем клев леща будет хорошим возрастает в разы. Такие перемены рыбы в поводках могут быть вызваны погодными условиями либо особенностями водоема. Днем ловить подлещиков лучше в тихом небольшом озере, а не на реке, поскольку во втором случае рыба будет подниматься к поверхности только в ночные часы. Сильно ли отличается ловля леща ночью? Если рыбалка будет проводиться после полуночи, а место будет подобрано правильно, вероятность поймать действительно крупную особь увеличится в несколько раз. Как показывает практика, после мая ночью лещи становятся крайне прожорливыми, причем клюют практически на все подряд. Если человек действительно увлечен рыбалкой и проводит за этим занятием несколько дней в неделю, рекомендуется найти природное место кормления рыбы. Чаще всего в его роли выступают заросшие камышом участки и различные заливы. Всем известно, что лещ – крайне осторожная рыба и если он увидит что-то настораживающее, просто не станет подплывать. Также для того чтобы увеличить вероятность лова, рыбаку необходимо изучить поводки карповых рыб. При отсутствии опыта лучше не рисковать и выходить на ловлю ночью, когда активность рыб увеличивается в несколько раз. После полуночи, вне зависимости от погоды, лещ в любом случае выйдет на мелководье для поиска червей и мотолей. Но для подстраховки все же рекомендуется рассыпать в выбранном месте небольшое количество прикорма. Оптимальный вариант – смешать между собой жмых, сухари, немного сахарного песка и ванилин. Ингредиенты нужно перемешать, скатать небольшие шарики и бросить их в выбранное место ловли. Поскольку после полуночи лещ начинает гулять по всему водоему, намного разумнее осуществлять рыбалку на лодке, как рыбаку удастся добраться до наиболее труднодоступных и привлекательных мест. Лучше всего остановиться около кустов камышей, поскольку густая растительность будет маскировать рыбака. С лодки ловить лучше такими снастями – поплавочная удочка, донка с мормышкой, проводочная удочка. Сказать, что лучше использовать при такой ловле в качестве приманки очень сложно, поскольку лещ, скорее всего, будет клевать как на живые наживки, так и на растительные. Специалисты уверяют, что оптимальная погодка для ловли леща – тихая и стабильная. Если в течение последних нескольких дней погодные условия фактически не менялись, а атмосферное давление держалось на одном уровне, лей будет хорошо клевать как в жару, так и в прохладу. Кстати, я подобрал для тебя лучший рыболовный магазин онлайн с доставкой. Если ты рыбак, не ленись зайди в описание под видео, уверен ты будешь удивлен такому разнообразию товаров для рыбалки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!